Сколько Только в Гродно Только в Гродно Сколько любимых Только в Гродно Вот куда упаду пить Только в Гродно По-настоящему любить Только в Гродно Кто за всю тебя простит, старый Гродно Да, я согласен, что особенно в такие дни счастливым Просто только в Гродно Только здесь и сейчас а почему потому что чудесный город господи счастливым можно быть много где это как бы нет места дислокации твоей зависит человек в любом городе может быть счастливым однозначно это зависит от внутреннего состояния человека то что в душе творится город но конечно город этому способствует грязи но на город теперь вот даже просто гуляя хожу но я наслаждаюсь во многом есть такая песня где счастливым можно быть замечательная песня вот такая застольная на свадьбах на вечеринках и на свадьбах слышала и в кругу друзей на днях рождения слышала плясали под нее люди капитально заказывали постоянно я слышал 90-е годы новогрузки сельскохозяйственных техникум когда-то такое было товарищ моего отца он уехал из гродно в сочи жить и вот там эту песню тоже люди знают конечно знаем да знаю ну тогда слышал слышал конечно автора автора это народные слова народные да это скорее скорее уже народный уже нет я не могу сказать к сожалению нет нет к сожалению нет но было бы очень интересно узнать песни фигурирует фамилия к ныж может быть он какой-то близкий друг автора ну может быть может быть вы знаете кто автор вот вы почитайте песня где счастливым можно быть вы знаете такую песню а только в гродно да 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 это у меня есть такое стихотворение это вы писали или я я я это ваше произведение только в гродно только в гродно вот это есть у меня да но в ходе избранного это нету но где-то вот есть у меня десятки если не сотни есть этих насчет города ну вот тут кстати вот такие слова мне не нужна америка не нужен и париж не жизнь там а истерика сказал мне как-то книж тут вот право написано а это кто-то он парень понимающий земляк мы и поэт все время напевающий веселенький куплет это наверно все таки же не надо да 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 точно это да это кто-то написал про меня нет к сожалению про автора ничего не знаю но песня действительно знаменитая и хорошая автор ну скорее всего молодые парни студенты песня народная наверное где-то так вот за бутылочкой пивка там венка водочки короче сделали ребята вещи я только знаю что он из гродно и вроде как где-то на девятовке диджей ботаник там насколько я знаю вы же знаете что я и ботаник мы диджеи был такой бренд диджей ботаник анди диджей вова тут такой танцевальный формат микс более адаптированный клубу это мы делали специально чтобы могли бы как бы в свой сет куда-то где-то вставить чисто для своей работы мы ее как бы так заточили потому что песня была изначально как шансон она была даже ну запрещена так для широких масс это вот самое свое время я вам скажу честно в этой песне я изменил только одну строчку и одно слово для того чтобы ее адаптировать вот более для широких масс мы ее даже пели на празднике города на площади ленина она уже стала как-то более адаптированной для в общем приемлемо для исполнения на публике кто-то уже считается классика это же само собой будет передаваться переходить кто-то еще что-то поменяет кто-то еще как бы там это все понятно ну соответственно никаких там авторских вы не платили там за свой ремикс не то есть некому разумеется тут как бы если уже чуть ли не народная и вот сейчас найдешь и все это нужно поспрашивать у людей которые занимаются может быть какой-то творческой такой деятельность ну как бы потому что они друг друга как правило знают эту вещь конечно слышал и уже в обработке ранее в кабаках частинка на пользовалась спросом вот да и даже какие-то времена были когда там играли на гитарах даже помню что-то подобное даже игралась по подъездами вот поэтому я сказал бы что это такой известный шлягер мы даже гордились иногда в других городах о том что у нас такая песня есть а в других городах такой песни нет я вначале не знал кто исполняет до сих пор пока нечаянно не столкнулся в студии еще когда на советской один у нас там было пару лет студии с фархадом бакинским и ну тогда мне это преподнеслось так что то песни из его репертуара а текст именно песни где счастливым быть только в родном надо узнавать чей текст не знаю писал ли это он сам либо скорее всего это все таки насколько известно эта песня наверное все таки написано кем то из знакомых Где сливым можно быть только в Гродно? Где любимым можно быть только в Гродно? Лепреконцы исполняют песню. Лепреконцев еще тогда в природе не было, когда эту песню Саша написал. Она где-то 85-го года примерно. Тридцать тогда. Под тридцать их уже есть. В 80-е годы Александр Петрович написал. Есть герой, он просто не любит рисоваться. Вот и все. Это человек такой. Александр Петрович. Почему человек пишет песни и в ней пишет сам про себя? А он просто писал для прикола. Вот и все. Это не было сделано так, что там для кого-то. Он просто вот этот человек, который с юмором таким. Как будто это не он там про него там и так далее. Но это и он. Я говорю, даже не обсуждается. Нет, так он не писал музыку. При чем тут музыка? Он слова написал. Слова? А музыка? Привет. Скажи мне, а может ты помнишь эту песню «Две сестры можно бить только взродно»? А кто ей написал? Ну блин, Бакинский, он музыку делал или что? Ну я помню, помню Фархада такого. Понял, Сашка. Понял. Я понял, понял. Добренько, Саня. Все, давай, хорошего дня тебе. Пока. Сашка. Фархад был так. Сашка ему музыку эту написал. А Фархад потом взял эту песню и слабал. Вот и все. Так что Саня автор музыки и слов. Вот он, сам автор. Конечно. Саня, конечно. А как найти можно этого Сашу? Сначала я у него споршрут захочу, надо вообще на эту тему говорить. Так а мы сейчас пойдем. Александр, добрый день. Мы к вам по творческому вопросу. Мне не хочется как бы авторство афишировать, потому что мне многие вещи не нравятся. В текстах моменты не нравятся. Потому что целью не было написать ее, записать и пустить в массы. Это так, вот как бы для себя, так под настроение все это писалось. Вот как люди пишут какие-то стихи и не публикуют. Просто для себя, для какого-то узкого круга людей. Гордость какая-то была за город. Потому что общались в каких-то кругах, даже неформальных, с музыкантами. Мы тут рок-фестивали проводили. Там 89, 90, 91 год. Это не очень тогда развито было. Только пошли какие-то движения, первые концерты. В Петербурге, в Деньграде был рок-клуб. В Москве не везде выступить можно. Потому что люди приезжали с Владивостока. Потом там Севастополя. Ну вот таких с дальних точек. Просто лишь бы дали выход на сцену. Чтобы появиться, сыграть. Потому что не было таких возможностей. А вот в Гродно было. Приезжали люди это все. Ну все-таки жили на границе западной страны. Больше смотрели по этому. Слышали больше музыки, фильмов. Смотрели других. Каких-то передач. В частности, через польское телевидение, польское радио. И атмосфера какая-то другая была. И, например, в то время были какие-то песни. Это не называлось тогда шансон. Мне не нравится это слово. Ни шансон, ни эта музыка никогда не нравилась. Пошлая, вульгарная, вообще отвратительная. Я сейчас вот эту песню проговорю. Наверное, к этому жанру относятся. На русском языке мне нравились эти песни. Вот иммигрантские, еще как называли, блатные. Потому что тексты были интересные. Было то, что нельзя было открыто услышать. Какие-то запрещенные вещи. Вот нравился Токарев, в частности. И под влиянием уже Токарева. Веселых его песен иммигрантских. Плюс песня об Одессе веселая. И как-то вот захотелось, что прогродно. Было какое-то лирическое настроение. И просто буквально в троллейбусе с улицы Глескова. Тогда проспект Победы. 40 лет Победы. До центра буквально так родилась и мелодия, и текст. Записали гораздо позже. То есть она родилась, наверное, все-таки было скорее середина 80-х годов. А записали уже в конце. В 80-х пришел с армией. И как-то не знаю, почему захотелось. Или кто-то предложил записать. Но что было много материала. Вот. Познакомились мы с Фархатом. Он согласился спеть. Познакомил нас с музыкантами в Доме культуры. В городском Доме культуры на площади День. Ну вот. Пошли туда. Как-то сразу попробовали. Начали писать. Мне, честно говоря, не понравилось, как это все делалось. Потому что Фархат взял инициативу в свои руки. И многие вещи упрощались. Там мелодии какие-то не такие, как мне хотел. Как я это видел. Просто я потом забрал тексты. И мы записали, по-моему, около 6 вещей. Интересно сумму было бы услышать. У кого-то, наверное, кассеты остались. Потому что кассету я еще тогда в студии звукозаписи. Заречки такие были. По-моему, по 10 рублей. Шесть штук продал. Вот 60 рублей заработал надо. Сейчас, думаю, что это невозможно было бы ничего такого сощить. Потому что город другое. Время другое. Настроение другое. Этмосфера другая. Ну, это совершенно абсолютно любое. Это уже не тот Гродно. Нет такой исключительности, как тогда она чувствовалась в городе. Сейчас старышный, провинциальный, можно сказать, такой Совково-российский город. Ну, убит. Архитектура страшная сейчас. Как в болоте стоят здесь. Везде можно создать маленький островок счастья, да. Вот тогда казалось, что... Только в Гродно. Сload. Звучит музыка. Звучит музыка. Есть, это число. Звучит музыка. По-моему, придется. По-моему. Чтобы это? Подписывайтесь на это? Продолжение следует...